Ребят, всем привет! И у нас обзорчик. Это у нас не увлажнитель воздуха, а это у нас очиститель воздуха. Увлажнитель у меня уже от себя не есть. Вот такой вот он у нас. Мощность 7,5 Вт, 35 дБ. Сенсоры различные и фильтрация, вот видите, 88%. Не знаю, вот честно, что это такое, но очень хорошие цифры. Мне нравится, 90. Поставляется в двух разных цветах. Золото и белый. В нашем варианте белый цвет. И, кроме этого, еще антиион здесь присутствует. То есть, такой запах, так сказать, леса. Подобие что-то не грозы, а именно леса. То есть, не ионизатор, а антиионизатор. Так, блок питания у нас здесь вот расположен. Выдает он у нас на гора 12 Вольт и 1 Ампер со стандартным таким вот штекером круглым. И вилка европейская. Это большущий плюс. Так, открывать сразу стрелочка вот здесь. Достаем. Давай. Унастрял. Компания Sebest, кроме пылесоса, производит вот такую вот климатическую технику. Видите, в принципе, не стоит опасаться того, что почта разобьет вашу девайсину. Потому что упакована достаточно неплохо. Что ж, внешний вид вот такой вот уже интересный. То есть, смотришь, сначала даже непонятно, что здесь. По бокам у него вот расположен забор воздуха. В верхней части он у него выходит. Уже очищенный и анти-аэронизированный. Кнопка сенсорная у нас и таймер. Присутствует здесь таймер и качество воздуха. Сразу в онлайне он у нас будет показывать. Два-три режима скорости, отложенный таймер, включение-выключение айнизатора и просто включение-выключение самого очистителя. Кроме этого, на дне коробки я еще обнаружил инструкцию. Рекомендую ее почитать, потому что изначально тут надо вытащить фильтр как минимум из кулька. То есть, вот тут разная у нас скорость и прочее. Внутри у нас установлено целых 4 фильтра и 5 стадий фильтрации. Первый это обычный фильтр, потом HEPA фильтр, это мелкие частицы, угольный фильтр и вообще нано-материал какой-то кристаллической, с кристаллической решеткой фильтр. Так, 35 дБ, как я и говорил, у него максимальная громкость. Так, двухцветовой индикатор, пластик, полтора килограмма, он весит, килотриста вернее. Так, и 5 стадий очистки у него. Что еще интересного могу сказать? Ну, пока ничего не могу сказать. Вопрос, зачем я его купил, отвечаю. У меня ребенок, в принципе, сейчас пошел в школу и он довольно такой часто болеющий. Я с работы бывает притаскиваю всякие там пчихи-пчихи. Я хочу поставить его в детскую комнату, чтобы он очищал воздух от всяких бактерий, потому что, в принципе, он для этого и нужен. Для очистки воздуха, всяких аллергенов, кстати, подойдет тем, кто страдает аллергией. То есть, закрылись комнате, ну, как закрылись, закрыли комнату, поставили очиститель и у вас уже не будет тех аллергенов в комнате. То есть, уже будет вам полегче, не надо будет пить лекарства. Показывается 240, максимальная ширина 140 и толщина в низной части у него, да, чувствуется, что там какой-то карбоновый фильтр, 18.5. Итак, первым делом нам необходимо открыть нижнюю его часть, где расположены наши фильтры. Фильтры открываем. И посмотрите, они все изначально запакованы в полиэтилен, вам необходимо их вытащить. Вот первый фильтр, это угольный, посмотрите. Угольный фильтр. Второй фильтр у нас тоже угольный. А, правильно, забор воздуха происходит через... Смотрите, то есть, не знаю, вы знаете, насчет вот такого количества угля, я даже не знаю, могу с вами поспорить, насколько он будет эффективно очищать, потому что реально как-то здесь маловато, вот что я могу сказать. Какие-то шарики. Да, хайпа-фильтр, конечно, он будет удерживать в себе мельчайшие частицы. И здесь внутри дальше, что у нас идет. Дальше просто там турбинка, которая вращается и поднимает воздух наверх, прогоняет, тут всасывает и тут его выдает на гора. Ребят, по поводу того угольного фильтра, который, да, вот здесь у нас расположен, меня тут немножко просветили и сказали, что так и должно быть. То есть, этот угольный фильтр, прежде всего, выполняет роль абсорбера запаха. То есть, он втягивает в себя неприятные запахи, вонь там, не знаю, подгрелая, что-то или прочее, прочее. А потом уже дальше живет конкретная фильтрация, вплоть до последнего хэпа-фильтра, который сзади еще затянут какой-то вот такой вот непонятной штучкой. Кстати, рекомендую для увеличения, может быть, даже жизни всего этих фильтров, как я делал с сионичным, берем одну маску и просто вставляем раз, вставляем два. То есть, медицинская маска и продолжительность этих фильтров увеличится минимум раза в два. Продуктивность немножко, может быть, упадет, но жизнедеятельность точно улучшит, потому что маска будет на себя забирать, ну, порядочные пыли и прочее, прочее. Не забивалось у нас основной, потому что хэпа у нас основной фильтр для фильтрации всяких вредных молекул, аллергенов и болячек и прочих-прочих. В спящем режиме выключено, грубо говоря, он ничего не потребляет. В простом, а нет, это уже не простом, это максимальный режим, вот в районе 5 Вт, но падает. Если я выключу анионизацию, то видите, она 4,6, включая, будет 4,8. То есть, все-таки она у нас работает и что-то делает. И вот на минимальной скорости его потребление составляет 2,9, это с анионизацией и 2,8 без нее. Очиститель воздуха, то есть, есть ациамин, но он стоит таких хороших денег и намного больше. Тут, в принципе, спать можно, то есть, 35 дБ громковато, но вот на первой скорости вообще, я даже не слышу, что он включился, но у него, соответственно, производительность будет намного меньше, но дует, ну, то есть, можно, в принципе, за день оставить, очистить, то есть, все-таки у него потребление не такое же большое, а уже потом на ночь поставить минимальную скорость. Да, и вот, что-то, вот отсюда должен у нас дуть наш айон, который, сколько-то там, 35, по-моему, в инструкции указан. Вот здесь вот у нас указан, 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 целых 5 миллионов штук на сантиметр кубический. Ну, и вот такой вот обзор. Все, вот видите, качество у меня уже улучшилось. Вот, 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 качество у меня улучшилось, ура! В принципе, не прошло, комната аж сколько, 16, но он работал тут, может, минут 20. И, как говорится, вот уже лучше у меня качество стало, по крайней мере, по тестам самого приборчика. Чем он тестит, я не знаю, качеством, но... Ну, будем надеяться, может, что это не эффект плацевая, все-таки фильтры присутствуют. Вы не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Всего хорошего, задавайте свои вопросы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok